после двух до трех от самая интересность не играться сама классно она и вот на турбакет на 400 долларов нужно рассчитывать от 400 прошивка 60 подвеска прощения долговечья не так сейчас уже здесь bluetooth с телефона можно подключиться вайфай можно раздать она позже под вайфай и куда угодно соцсети инстаграм и вконтакте youtube что угодно создрала бы красочное покрытие здравствуйте сегодня как вы поняли речь идет о пятом пассате реста вам приставка их джипе я их джипешниками называет так вот мое название так прошу прощения в очках буду рассказывать солнце прямо глаза светит я снимал до реста вы посаду около двух лет назад я не видел смысла в принципе снимать и реста вы потому что да вот если касается дизелей новые двигатели вышли новой серии уже я 188 уже были только эти новые дизеля больше ничего конечно внешность уже чуть другая но по большому счету одна и та же машина одна и та же машина думаю зачем снимать что и нового скажу но эта машина она отличается 90 процентов таких посадов которые ездят по стране по нашим странам вернее по всему земному шару вот таких тоже достаточно потому что машина не совсем стоковая но об этом чуть позже и сразу о потребительских качествах такой машины первая подвеска передняя славится что верхние рычаги быстрее изнашиваются быстрее лить одну со самые самые слабое место передней ходовой этот верхние рычаги здесь подвеска спереди по 4 рычага на сторону то есть передняя 8 рычажная подвеска сзади балка h-образно она уже чуть помягче чем обычная классическая который был на четвертых просто я об этом тоже говорил но преимущество перед арестом то что к девяносто девятому году ударе стовых подвеска была прочнее ну сейчас это не особо актуально уже везде китай все китай ставят или ездят скрипят чем похеру но тем не менее 99 году подвеска стала проще 99 2000 здесь уже подвеска уже тоже выносливая стала то есть если сравнивать дорестовые первых годов выпуска этот пассат то здесь завода подвеска проще не долговечен не так не такая хрупкая она все равно подольше ходит в этом плане плюс потому что многие все равно боятся много рычажек макферсон и балка ну все любят экономить конечно же но машина едет мягко и благодаря задней ходовой h-образной балки да немного рычажка но уже h-образная плюс более мягкие пружины не установлены машина едет мягко достаточно комфортно и самое главное то что многие пишут я читаю статьи всякие комменты в соцсетях мне многие пишут что эта машина стала комфортней дореста из-за того что увеличили колесную базу что на 20 миллиметров машина длиннее именно внимание не колю не сама длина автомобиля а длина колесной базы то и бежит колеса до колеса грубо но понятно и мерили с дорестовым грубо говоря рулетками и двери все пусть перемирили не нету этих 20 миллиметров колесная база что касается колесной базы она полностью одинаково единственное то что внешне она чуть длиннее потому что рестовый более обрубленный здесь более вытянутая часть более плавно вытекающая там были рубленный форм но что в салоне ничего не изменилось по большому счету в сравнении с дорестом единственно что в этой машине бежевый салон да вот бежевый салон и богато классно круто выглядят я на с 8 до 2 это говорил и здесь же повторюсь что да бежевый салон быстрее пачкается нужно чаще делать химчистки вообще более совестно к нему относиться потому что он быстрее устает загрязняется и все и потом восстановить первостепенно состояние достаточно трудно и еще один нюанс в том что если даже вы хотите перешить то в этот пластик если где-то царапины такие вот затертости это нужно искать завода что достаточно тяжело найти вот именно такого же цвета а если у вас будет сиденья одного цвета дверная карта другой то все будет сливаться то есть это ну ужас надо вот все равно чтобы в цвет было но это мое мнение считаю всегда пошу по заводу было если вы захотите все же перешить максимально близко к цвету что все гармонировал нормально вот как на с на а8 до 2 от недавно видео было там ушло на перешив салона вместе с материалом работой материал кожей и кожи достаточно хорошего качества достаточно высокого качества сама дорогая что было в наличии 770 долларов но без учета верных картам что дверные карты будут перешивать что не заменены постальные отреза то есть теоретически здесь примерно столько же материала может быть меньше материалу идет на то есть на 700 долларов надо рассчитывать но сейчас цены еще поднимутся сейчас вроде поднялись на многие товары сейчас и чуть уже снизились но подскочили сейчас за на немного скачали но в районе то есть это не дешевое удовольствие даже в восемьсоте надо держать запасе а по большому счету да на первый взгляд ничего не изменилось но выглядит это гораздо современнее и не из-за того что мультимедиу поменяли это разумеется не заводская а из-за того что первая приборка вот интерьер приборки сам дизайн уже такой же как потом пошел и на шестом пассате то есть до сотни все более подробно расписано 20 30 40 50 60 до сотни а после 100 как обычно с 20 километровым диапазоном но уже само изображение гроза современнее не приветом из 90-х из 80-х но все равно когда глазами проводишь по всему салону эта вещь конечно поднимает скажем его рейтинг его статус то что машина более современна эта вещь как я уже сказал заменена мультимедиа немножко придется повозиться потому что она не подходит по заводским креплением немножко придется похимичить конечно уже совсем другое ощущение здесь была заводская черно-белая до дискова на черно-белая и не те конечно же возможности сейчас уже здесь bluetooth с телефона можно подключиться вай фай можно раздать она под вай фай и куда угодно соцсети инстаграм и вконтакте youtube что угодно google заходите короче все с ним уже сделать навигация контакта ну громкая связь разумеется ну короче все то же самое было в туареге там тоже владелец заморочился и да совсем другое уже впечатление от машину уже она отвечает более современным требованиям что в новых автомобилях но вы же не будете ради это покупать новый автомобиль который дороже четыре раза еду по сейчас еще дороже кстати стать это неразумно плюс к этому здесь не самая дорогая комплектация но заменен руль вот деревянное дерево также добавили в машину красивее это тоже выглядит опять же заменяет сама приборка потому что меню бортового компьютера не было это было геморрена при подключении то есть замена еще и приборка и другая стрекоза конечно установлена есть круиз он был здесь завода но с другой стрекозой что управление путами бортового минусу все это адаптировать было более комфортно и удобно конечно в этом можно было не делать по ценам я придусь позже назову итоговую сумму что еще по заводу подогрева передний сидений климат-контроль подогрев заднего стекла не так все плохо и как кондиционер эти крутелки уже сто раз говорил там отвращение уже это конечно же приятные зимой поправляющая тема конечно это очень хорошо еще одно преимущество этой машины хорошие то что пластиковые накладки на порог и на двери это я говорил это преимущество на своем большинством потому что я свое время ехал к только купил автомобиль заехал ну я в незнакомом городе в незнакомый район ехал на заправку а там дороги везде у нас ровные почти две полосы была лужа я еду вперед а там не до конца закрытый люк и люк не проехался как раз попасть кому там порогу снизу к счастью за счет его ничего не заделал просто на пластике пару царапин осталось которых благополучно за баллончиком закрасил но будь уже голый металл и по металлу так проехаться и создрала бы красочное покрытие но игру защиту кузова это уже куда более серьезная проблема я считаю это жирнейший плюс ну и а главным как я сказал по движкам по дизелю 1 и 9 180 и уехали остались они на четвертых гольфах так что если кто-то принципиальные боящийся насос форсунок блин все остальное вот есть шанс у вас купить либо бору и баджету будет от америка сбора европеец либо 4 гольф на 1 и 9 180 не можете кататься там 90 сильная правда 110 сильная на наборах тоже были там тебя можно их чипануть но я не понимаю зачем бояться этих моторов то есть вышли 188 их было уже и на 3 и на 4 и авось когда 2 вот именно с таким тоже у нас было немного чего там рассказал об этом сейчас же и здесь подробно на этом остановимся по бензинкам был 16 надежен просто как обычно ни хрена не экономичен серон десятку будет жрать и он слаб не особо вы покатаетесь на такой машине плана и медленно передвигаться может но не более того 18 turbo 150 и 170 лошадиных сил кажется америкос мощнее просто америкосы снимают мощность маховика а европейцы с колес поэтому мощность оказывается также зато один и тот же мотор 18 turbo единственное вот мне недавно спор вышел с подписчиком вот мне написал давай общаться и пришли к выводу я уже и супер 2 снимал к этому выводу пришел и еще там с 18 тапса я 3 восьмерки 2 ген 2 модификации еще один человек который мне предоставлял автомобиль и свой продал и тоже купил супер тоже с 18 и тоже на dsgf ген 2 я прихожу к выводу что 18 тфс айген 2 модификации надежнее чем эти 18 turbo в плане каком там нужно по ним поменять до изнашивается фаза регулятора на вкусном валу и тонкие кольца быстро проявляется масложор но она том суперби что я снимал владелец поменял кольца установил установил уже от ген 3 модификации толстые кольца масложор ушел все прекрасно двигатель замечательного не беспокоит 18 turbo до блок чугунный 20 клоп там масложор в разумных пределах не более того такого конского масложора нету все замечательно ну а остальные косяки по мелочам ну просто запарит это кольцо на маслоделителя нужно вовремя менять если поменять и через него может течь масло все масло может вытечь у нас у вас масленка загорит можете ушатать двигатель просто по остальным косякам тоже с гримом ремень и цепь цепь никто ну она как правило не растягивается но гидротяжитель цепи изнашивается цвет начинает болтаться звездочки стирает то есть очень много косяков я на других своих видео говорил здесь останавливаться не буду то есть 18 turbo мотор хороший если за ним вовремя следить и нормально его обслужить и его нормально обслуживают на а чертой бы 7 рассказывал если вы находите хороший ухоженный двигатель но все равно руки придется приложить то да но если так лучше все же обойти двухлитровый бензиновый мотор это эталон надежности и динамики и в многие старые если видео посмотреть еще когда эти машины были относительно новыми там 14 15 годов в основном все всегда и рекомендовали от 1 и 9 и двухлитровый ну конечно что важно было хорошо состояние двухлитровый восьмиклапанный мотор атмосферный ничего такого у него нету своего да там катушки свечи ну обычные проблемы бензинового атмосферника не более того 2 и 3 пятерка во первых там все пинжете уже по 98 бензин но по-нормальному и 5 хорошим переваривает а многие забивали 2 лили всем пофигу мы по косякам вентиляция картера вискомуфта масложоры у него плюс он со очень редкий двигатель дороже в обслуживании будет чем 16 м2 и 0 разумеется и вообще тяжело уже найти машину с таким более-менее живым двигателем в целом лучший вариант на пятерку не брать он все равно более редкий все равно лучше уже 2 и 8 2 и 8 его старший брат 2 и 8 был на audi 8 d2 там я про него подробно рассказывал опять же ремень грм вместе с цепями в 6 цепь на каждой башке гидронатяжитель все меняют ремень забил забывает про цепи гидронатяжитель это тоже нужно мять да вот много течи и масло из подклапанных крышек сальники но вот эти вот косяки на то я 8 то устроено все доведено до состояния и это в целом тоже можно сделать подклапанными крышками прокладки поддона сальник коленвала все эти течи масло бороться с течами в принципе не будет доставлять вам неприятный взгляд и облик свой потом до жар масло бывает разумных пределах если уже ушата но там тоже зависит от двигателей от его состоянии в целом ну надо все равно мерить компрессию смотреть как он себя чувствует на будет и менять и опоры двигателя когда-то не выйдут из строя лемдозонды делают мой скоту насчет лемдозондов очень многие вырезают их просто и выкидывают и тем самым увеличивает расход топлива и и без того немалый по мне лучше лям до менять чтобы ну конечно машина лучше быстрее поедет но опять же это дороже вам обойдется все в целом и по 2 и 5 2 и 5 дизель я рассказывал на audi 6 c5 да здесь уже версия б на 2002 год уже приходится 2002 3 вот этом уже до 2 масляных насос уже распредвалы не хавает нужен в целом якобы можно брать тоже зависит от состояния кому состояние эти косяки уже многие знают уже многие двигатели или поменяли если даже у кого до арестовый либо 2000 года отрез у него стоял асерит многие бы серьезно то есть все зависит это уже индивидуально но 1 и 9 такой как у нас 79 и 5 поршень 95 и 5 фото 8 клуб грэм ременной степень сжатия 19 5 и в целом он живет около 6 там с хвостом 130 лошадиных сил стоке и что здесь сделано во первых и сделан чип во вторых как я уже говорил крепление форсунок и распредвала распредвал и и как я говорил на многих автомобилях с таким двигателем да если вы меняете масло раз 15000 и не особо качественное лете до распредвал кучки его изнашивается крепление форсунок тоже риск нужно проверять куплен форсунок риск попадания дизеля в маслом топливом маслом и здесь вообще реставрация гбц здесь гбц замена почему потому что поставлена здесь гбц с меньшим пробегом с оттесом меньше износ свежая сама гбц обшим машина под турбу изначально покупалась и делать вот это замена то есть родная снята отдано от процедуры стоит 200 долларов но здесь за счет знакомства и это ушла в замен установлена за 100 долларов гбц с меньшим пробегом соответственно меньшим износом более свежая гбц установлен вернее сделан чип ему и здесь уже 170 180 лошадиных сил что можно сделать еще больше опять же предлагали турбину то турбокит вернее полностью сцепление выпускной коллектор с турбиной и другой впускной коллектор это все 400 долларов зато турбокит то есть уже на 400 нужно рассчитывать то есть гбц ну в общем если у вас такая так автомобиль у вас все в порядке у вас вы не будете у меня так скажем вот на турбокит на 400 долларов нужно рассчитывать от 400 прошивка 60 можно поставить от трехлитрового дизеля от м57 бэмвешную турбину но она будет раскручиваться от двух с половиной и выше то есть будет очень большая жуткая turbo яма на дизеле и но неприятный плохо на такой машине ездит она будет крутиться там в 5000 умнее лично это не интересно в принципе можно поставить турбину 1749 от 2 и 0 дизеля кумана релоската на 170 сил да она уже с полторы тысяч и дальше будет долбить там с полтора до трех можно очень хорошо играться там до трех с половиной и ее хватит примерно 230 240 сил от в принципе на а4 b6 который снимал там было 220 сил и там была турбина от 2 и 7 дизеля то 2 и 7 дизеля был на audi a5 на обзоре и вот там 220 сил от можно и такую поставить в принципе тоже там 220 200 ну и больше с ней можно снять то есть это уже все от конфигурации зависит уже на турбинах так можно играться а 2 и 5 дизеля можно тоже турбину поставить то есть прошиваться именно уже под вы под свою конфигурацию потому что за счет неправильно выбранной турбины и и скажем так максимальных возможностей вы можете попасть вот на неприятную сдулу то есть turbo лаги максимально крутящий будет гора очень поздно достигаться и у вас ну неприятная езда неприятное впечатление об автомобиле и вы весь я кайф обломаете поэтому нужно четко понимать какую цель вы преследуете и что вы хотите если вы хотите короче пожалуйста можно поставить от трехлитрового дизеля бомбешного ваговской неважно и получить более позже выход на буст крутить 4500 это более трассовая машина более для гонок там соревнований но если как здесь автомобили я считаю это вот грани разумного 170 180 лошадиных сил она очень хорошо едет мне понравилось и но я думаю время здесь в районе 8 секунд она будет ехать так как с конфигурации еще не ясно что здесь будет здесь установлены форсунки а.л. от 150 сильных версий 1 где такого мотора вот она запасом на потом принципе если вы собираете то 170 180 держать до 200 стандартных вполне хватит на 130 сильных которые стояли вот но если уже как здесь перспектива достаточно туманно и далека далека дорога наша то лучше вот айлэвские такие же и поставить задняя часть тут чуть завышена это красивее смотрится на мой взгляд ну универсал всегда идет когда они чуть сзади чуть выше на шестом уже дизайн завода там уже это вот молдинг сама полоса если посмотреть на размер двери она уже идет на косую уже следующем поколе не так исправили уже задняя часть визуально должна ну выше переда находиться благодаря вот ну косой линии уже линии торнадо но это не линии торнадо торнадо вот здесь она идет именно по расстояниям но именно по молдингам сделали же на косу и она чуть выше выглядит это на мой взгляд круче все равно это на пол шага ближе кроссовером когда универсал сзади чуть завышен более придает габаритов мускулистости машине здесь несмотря то что сзади балка хотя ешь образная но все равно же балка здесь установлены мягкие пружины и машина немного завышена сзади за счет этого задняя часть выше и машина мягче а спереди в общем рычагов а у 6 спереди макферсон и получается машин достаточно комфортно и мягкая приятно не ехать классно и повторюсь сравнение с дорестовым 5 колесная база не увеличилась колесная база тоже самое но тоже надо признать что оба шестого и все из того шники это не владельцы которые именно на посадах катается признают что шестого что ну в том числе и 7 подвеска одинаковая подвеска все же выносливее долговечнее но первое я вот снимал автомобили с таким моторами вот а третье было это вочка недавно тоже с 1 и 9 такая была и сейчас вот посад и мне интересно сейчас по шумке потому что в видео на а четвертую b7 я там сказал что те моторы которые уже 115 сил и 105 сил на volkswagen и skoda они более шумные вот эти чем эти 130 сильные 101 сильно вот первые я сто пятьдесят восемь который у нас и там же вот тогда была погода тихо спокойно и сейчас но не возьмусь судить шумомера собой нету но здесь все же потише там чуть я думал в кадре я вставлю будет слышно на камере или нет что ну колесо проехал там чуть более отчетливо было слышно звук мотора чем здесь плюс здесь шиты и тут он сам по себе будет немного громче работать а там был сток здесь 170 180 там 115 он работает громче из-за того что он еще в полон в принципе да эти двигатели они одинаковые по сути своей никаких таких серьезных изменений нету но некоторые изменения есть вот и конструктивные некоторые недочеты минимальные изменения есть да но и вот люди заядлые на отзывах которые были 1 и 9 такое это как говорят что это все же немного громче работает но они критичны от после двух до трех вот самое интересное с ней играться самая классная на и такси такси ну давай уходи ухать короче как стоки а тут начинают дубасить полный крутящий с 1750 1900 вернее атака ну и спокойно после двух начинает класть три за три на ней весело ехать от 150 она идет вообще шикарно и отлично спокойно конечно преимущество это вес потому что вот а 8 d2 то что было там прошлый или позапрошлый раз когда я снимал у нее было тоже 100 160 на таком же моторе и коробка тоже шестиступечная механика но механика от 2 и 5 которая была представила машина вот там она тоже есть ну примерно так же но чуть-чуть похуже все равно вес больше вес больше ребят больше катки 19 катки здесь 17 потом машина гораздо резвее и легче разумеется сама собой хотя если там взять там передний привод она весит 1800 с лишним плюс 2 и 5 снят там стоит 1 и 9 он легче на 120 килограмм ну примерно 50 50 но то все же потяжелее там нас было двое сейчас нас двое ну примерно так но это шустрее машина конечно за классно есть потенциал для тюнинга и как я уже сказал время когда нужно переждать у вас есть своя хорошая машина с потенциалом для тюнинга турбовая завода то если уже вам скучно хочется что-то нового надо тюнинговаться и все все косяки вы знаете там где-то походово что когда менялась вы в курсе этих проблем и чипуете мотор тюнингуете у вас уже почти немного новая новый автомобиль сейчас она ехала но кладет спокойно сейчас долбанем еще один круг то есть машина шикарно можно ехать спокойно некоторые боятся то что как обычно на 4 большие тоже говорила в дюхе вся ресурс ресурс с двух до трех гораздо легче раскручивается чем в стоке и быстрее разумеется ресурс но здесь выше не каждый день будете топить машину в отсечку на холодную не газуйте хорошие качественное масло и чаще меняйте пш чем двигатель больше накачан силами физическими возможностями то чаще нужно иметь масло более качественно лить поэтому не нужно забивать на обслуживание все будет прекрасно короче все ваших руках вот непринужденно в 3000 она пошла все отлично блин то есть для начала если можно хотите монстра себе но можно там и 250 сил накачать но то то а 4 что снимал там 220 230 я уже считаю то на грани разумного что потом вы получите жуткий корч и не будете знать что с ним делать на нем будет некомфортно просто перед передвигаться ни по городу ни по трассе это будет уже лютый корч тоже слишком много для вот комфортный сбалансированный адекватный автомобиль вот как раз такая тема ну можно чуть больше качнуться вот до четвертом 220 но по мне это и не нужно она сейчас едет прекрасно 160 она спокойно пуля это тут быстрее всех до кольца долетел ну что хотите она нормально едет отлично едет с этой ходовой на этих дисках внешний вид опять же насчет внешнего вида салона да вот салоны сейчас подорожали да и моторы в целом сейчас подорожали вот опять же на 8 я говорил что вот такой 1 и 10 30 сильно совсем на весны в сборе стоил 1000 долларов там два-три года назад он за 350 можно было найти такой мотор но 400 край так что если у вас такие машины ну честно говоря их жалко когда их смотришь они уже забиты и ушатанные потому что у них хороший скрытый потенциал это вот не rapids 1 и 6 хотя можно 14 на dsg поставить тоже будет весело насколько он стоит этот rapid а эти машины все равно классных состояниях кузов в 5 до лучше чем на большинстве потому что на большинстве уже краска пошла на водной основе поэтому они быстрее сгнивает вот эти более коррозионно устойчивым можно еще найти в родной краски если где-то какие-то мелкие косяки это косметика все делается ерунда силовая структура здесь классная машинам 20 лет первым уже 22 года поэтому ну и по ценам примерно все подорожало чуть опять но если у вас есть такой автомобиль и вы хотите его продавать куп искать за эти деньги что-то другое но мое мнение лучше этого не делать тем более когда у вас машина руках вы ее знаете лучше от турбануть также и летать неважно 1 и 9 либо 18 turbo 18 turbo тоже мотор хороший но честно говоря я уже больше к я 3 восьмерки 18 тфс склоняюсь он по топливу экономичнее у него меньше таких мелких болячек поршневую можно поменять то есть ну для меня это больше не проблема если к примеру я бы себе покупал а если покупать такие машины и обслуживать их на и 100 официалов сейчас у официалов замена ручкового ремня свечей масла всех фильтров там за 1000 белорусских рублей это больше 300 долларов такая процедура в официалов это блин не очень-то демократично и дежурно так скажем даже обслуживать новый бюджетный автомобиль достаточно затратно если официалов а если вы сами будете это все делать такой машины то это не машина золото отличная находка а а если владелец то вы счастливчик что искать лучше на механике потому что эти автоматы их не туповатые и динамику вы себя затормозить она будет хуже ехать и расход больше но это уже не тот все равно лучше dsg но может быть не так же я на dsg ездил я сравненно 8-ми ступенчатых за тфовских автоматах и ездил современных это но мне нравится их переключение это не очень быстро переключать и сравнение с dsg эти старые автоматы тот такой медляк если так с музыкой сравнить что невозможно блин рок-н-ролл больше от на восьмиступенчатом автомате на роботах dsg при селективы все так уже с dsg начали копировать но это на механике потому что вот те автоматы и вариаторы тем более это но это все медленно очень медленно и по шумке все же она потише будет с учетом того что здесь чипован мотор по ценам если вот год назад машины на 2021 минут все можно было найти за 44 600 700 от нормальный ведущий автомобиль ну конечно на руки приложить конечно нужно денег вкинуть потом уже даже две тысячи двадцать первом году первая машина был 21 год это уже то уже хоро хороший показатель да все равно в бушного машина сюда денег вкинуть довести до ума то сейчас таких же состояниях до за 4 600 700 еще стоят это уже более ушатанные экземпляры не такие свежие как сравнить с теми которые год назад столько стоили сейчас уже все равно за 5 все равно листа и объявлений уже 5 300 5 400 конечно 6 6 500 просят пишут что 240 тысяч оригинального пробега но руль стер также как и у тех у кого за 300 тысяч но уже такая как бы фанатская машина такая что-то средняя едущая все равно уже там ну и некоторые семь просили когда все равно 5 200 5 300 короче 5 500 надо держать чтобы машину купить на себе оформить не считая вложений и вот насчет того что здесь сделано я буду проходить по всему списку форс и левский аэл 220 долларов реставрация гбц потому что ну реставрация стоит по нормальному 200 долларов здесь удалось сэкономить за счет знакомых ребят 100 долларов но здесь было как реставрация эту башку сняли забрали поставили уже другую миша распредвал изношен точно свежая лучше по состоянию сама гбц чип тюнинг вышел 60 долларов 17 диски фениксы 400 долларов потом молдинги весь хром на молдингах на бамперах и здесь весь хром обошелся 200 долларов деревянный руль от пассата в 8 ну w8 двоеобразного деревянный руль обошелся 110 дерево в салоне которая показывал 50 долларов полная вот приборка стрекоза приборная панель вот это вот все 70 долларов магнитола 150 фары новые перенят 170 ну по мелочам где-то там доработка и саленблоки колодки там эти вот мелкие ремонты все это обошлось в 200 ну так что там посчиталось что-то не учли 200 долларов и того 1730 ну что итоговая сумма составила 1730 долларов но округлим 1750 пускай на все это ну конечно результат налицо потому что диски новые фары chrome машина помыта это тоже пару рублей уехал но налицо результат машина смотрится просто пупсик блин и насчет того я уже сказал не надо бояться что якобы машина другая по габаритам все одинаково единственно как я уже сказал морда вытянута а так физические параметры не изменили так что не надо уже доказывать обратное на этом все смотрите видео про а четвертую а третью везде суммы назывались вот а 8 с 1 и 9 тоже интересный автомобиль спасибо большое за внимание ставьте лайки делайте репосты нажимайте колокольчик ничего не пропустить счастливо